Всем приветики! С вами Миллис, и мы продолжаем играть в Астригос Проклятия Звёзд. Так что, если хоть продолжение, не забудь поставить лайкосик свой, также нажать на подписочку и на колокольчик. Всё, надевай наушники и поехали! Ну что ж, я, не поверите, снова пришлось мне всё это пройти, всех поумевать. Благо, чекпоинты все сохранились, где что и открылось, а враги просто остались. Это очень обрадовало. Я, кажется, по-моему, вот сюда свалилась, да? Я вот точно не помню, но, наверное, вот туда и свалилась. Так, вот этого малыша, красивенького, попробуем того поджечь. Я, конечно, не хочу делать, но, кажется, он очень редкий и даёт что-то классненькое. Так, ну, эликсир утренней звезды. Во! А это что-то новое, кстати. Такое я не припомню. А я, наверное, здесь упала, да? Так, сейчас. Мне надо вспомнить, как прыгать. Либо вот так вот. Ага. Ох, господи, отличненько. Наверное, я вот так вот и упала, как раз-таки и умерла. Я уже не помню. Прошло сколько дней? Дня два уже, после того, как я это снимала. Я забыла. Тихо, тихо. Мне нужна сфера Венчантикса. Да-да-да. Ох, какая ты змеюка. А ты будешь помощнее. То и похоже. Ты не такая резвая, а ты что-то такое новенькое, смотрю, да? А, у меня же это ХП нет. Надо попить. Вот, отлично. Я, кстати, уже узнала, что здесь какие-то комбо. Если я ударю сначала в рукопашку, потом огнем, например, то неплохой, кстати, будет урон ненасимый. Неплохой. Да, я пока проходила, я уже некоторые бомбы подорвалась на некоторых. Это гарпун? Это он в меня выстрелил или как? Или может мне вот тут лучше поджечь? Я вот как бы, не знаю. Это лучше не трогать, да? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Какие вы резвые. Ой-ой-ой. Давай вот так вот. Ближний бой. Неплохо. А второй где? Я второго слышу? Ну, я его чуть-то не вижу. Ого. А, это, видимо, если мы заденем веревку, к нам прилетит хороший так шлепочек, походу. А как? Стопэ, а как мне туда запрыгнуть? Я вот что-то не понимаю вашей маленькой логики. Как мне запрыгнуть-то туда? Я ж не смогу, наверное, да? Я не хочу заново просто все проходить. Мне хватило, понимаешь? Мне хватило. Очень сильно мне хватило. Блин. Ладно, попытка не пытка. Писот! Нет. Нет, только не снова, только не это. Ай, твою за ногу. Опять, опять в этом месте я появилась. Триндец. Ладно. О, смотрите, я, короче, убила вот здесь. Вот только что был какой-то гоблин, я его убила. И мне дали ключ от кабинета гоблинов. Я так понимаю, что это тот ключ, в котором находятся всякие нефтяки. Вот она, твою ж, налево. Ты зараза. Она, походу, обновляется. Я на нее уже третий раз попадаю. Ладно. О. Никого нет? Никого. О. Это я возьму, звездная пыль. Ммм. Так, сундучело, сундучело. Что у нас тут? Что-то интересное, да? Грозовой чаровит. Ух ты. Круто. А вот это у нас там? Символ Родоса. Отличное перемещение. Так, хорошо, здесь записочка лежит. Письмо от кузнеца Ксива. Ну, страшилище этот палач. Когда он схватил меня хвостом и поднял воздух, я уже была подумал, что вот-вот стану обедом. Повезло мне, что ты бросил в палача камень. Да еще так метко. Мне даже на секунду показалось, что будто был не камень, а снаряд волшебной баллисты. Думаю, очень интересненько. Очень интересненько. Ну, блин, я хочу дальше. Дальше идти надо. Как там тогда перепрыгнуть, а? Ай, вот туда, а туда туда. Ох, отлично, отлично. Чуть-чуть сердца того в тапки не упало. Ладно. Потихонечку. Есть этот враг. Давай его расстрелим. Элень! Давай, давай, иди, иди ко мне, иди ко мне, иди. Что, ты боишься, да? Давай. Так, ну, знаете, я боюсь оттуда мы что-то вообще нифига не допрыгнем. Совсем. Так, сверху что у нас происходит? Какой-то мост. А, подвесной даже мост. Его бы хорошо, на самом деле, опустить. Может, тут есть что-то, куда можно стрельнуть, и оно опустится. Здесь все так скрипит. Пипец, стрёмно. А, ну, в принципе, можно еще и вниз упасть. Неплохая, кстати, идея будет. Но вообще нам надо вот туда. Ну что, пробуем. Попытка не пытка, как говорится, да? Ай, моя маленькая, господи, молодец. Твою ж налево, это ж надо было перепрыгнуть. Так, вижу монстра слева. Просто хочу посмотреть на это все. Ага. Так, вот в стене. Смотри, что в стене. Тут в стене есть взрывчатка. И что случилось? Я их как бы в стене подорвала, и... Легче не стало. Легче никому не стало от этого. Ладно. Тут еще какая-то, видимо, головоломочка. Так, защита шахты. Посмотрим. Отец, тут еще одна статуя совы. Что они означают? Сын, ты помнишь, чьим посланником является сова? Великого магистра, конечно же. Да, эти статуи символизируют покровительство великого магистра. Они защищают горняков от голоса, что доносится из глубин. Легенды гласят, что услышав его, люди теряют рассудок. А это правда? Не бойся, сын мой. Это всего лишь легенда. К тому же, нас хранят боги звезд. Все будет хорошо. Мы должны благодарить боги звезд. Мы должны благодарить их. Ага, понятно, они нас охраняют. Хорошо. Так, свечка с письмом, наверное. Запись без названия. День третий. Сегодня он вел себя, как обычно. Прошелся от хижины горняков до края вертикального колодца. Потом подняли руки, будто как приказ голос. Приказал голос его в голове, а затем к определенному часу вернуться в хижину. Колебание астральной энергии в теле этого человека не меняется от воздействия внешних факторов. Вероятно, поэтому он раз за разом повторяет одни и те же действия. Он расставил вокруг себя несколько фигурок сов, которые олицетворяют великого магистра. Говорят, горняки молятся статуям сов или троица. Просят у них защиты или благословения на удачу. Я думаю, он расставил фигурки не просто так. Он хочет помолиться богам. Надо же, как интересно. Ну да, интересно, интересно. Только вот, что мне делать с этим всем? А, кого тут поджарить? Как бы, скажите, что именно мне надо сделать? Я вот, я не понимаю. А, это вскарабкаться можно. Ай, молодец, додумалась, додумалась. Так, хорошо, здесь факел, но факел, думаю, мне не нужен. Там все трещит, страшно. Вот, даже не поймешь, никаких нет честв, что на эту стену можно залезть. Хоть бы как-то помечали, как в том же Том Райде. Не хочу с ней возиться, тут просторанства мало, боюсь свалиться просто. Так, отлично. А, еще одна штука. Стоп, еще одна, я слышу еще одну. Нет, показалось, слава богу. А, я не могу здесь сражаться, здесь слишком узко. Понимаешь? Кажется, она упала. Это ямба. Там что-то есть. А, вот ты где, вот она ты где. А! Справа, слева еще одна. Все, я уже забыла, где право, где лево походу. Эй, не плюсик меняет, некрасиво вообще-то. Так, я вот эти штуки разрежу. Отличненько. Так, что у нас дальше? На эту штуку я запрыгивать не собираюсь. Ни в коем случае. Так. А здесь у нас как раз-таки мостик. Вот, отлично, мы обошли это, получается. Все, опускаем. Теперь у нас есть обратный ход. Все, замечательно. О-о-о, нам еще выше бы подняться, я так понимаю. Да и ниже. Тоже неплохо. Ну ладно, у нас пока здесь только один проход. Вот сюда. Тут нас никто, это не это, не того. Такое бы страшно. Так, записи из дневника солдата номер один и два. Я архивариус Хастар. Клянусь, что все записанное мной правда. Это уже четвертая операция сдерживания, в которой участвует седьмой отряд. В шахте по-прежнему много людей, подчиняющихся воле голоса. По каким-то причинам никто из них не хочет покидать это место. Пока что я буду назвать их отцепеневшими. Говорят, в глубине шахты таких бедолаг не меньше. Мы постараемся вывезти их во время следующей операции. Перед тем, как мы вошли в шахту, нам раздали магические амулеты. Наверное, поэтому загадочный голос на нас не действует. Командир объяснил, что магия в этих амулетах сильнее, чем в предыдущих. Это хорошо, потому что в прошлый раз трое солдат обезумно и начали нападать на своих товарищей. Полагаю, это и потолкнуло меня к тому, чтобы начать записывать все происходящее. Это тупик? Это тупик? Куда мне дальше идти? Аптечка. Внутри этой коробочки лежит множество пузырьков. По-видимому, с церебными снадобьями. Затесавшаяся среди них записка огласит не расходовать без надобности. Труп. Гоблин 2. На теле многочисленные ножевые ранения. Некоторые раны залиты неизвестной жидкостью. Лицо жертвы почти не тронуто, но оба глаза отсутствуют. Похоже, это принадлежит гоблину. Возьму-ка себе. Стоим бы, дорогуша. А куда мне тогда идти теперь? Что нам делать теперь? Я что-то не понимаю. А что нам делать? Так, стоп. Под нами. Под нами должно быть... Вот оно, да. Вот, давай сюда сейчас спустимся. Отличненько. Сюда чуть-чуть упали. Хорошо. Так. По идее, мы можем и вниз как-то должно попасть. Но как нам попасть вниз? Прыгать туда, это скорее самоубийство, конечно. Скорее всего, да. Это еще то самоубийство будет. Я не хочу прыгать туда. Хотя, отсюда, в принципе, можно спрыгнуть. А, вот оно. По этой стене можно еще вниз скарабкаться. Только вот я... Ай, что? Блин! Блин! О, господи! Я ненавижу этот уровень. Иди твою за ногу. Поехали за ногу. Проходим аккуратно. Я не хочу в какой-то раз сотый уже это проходить. Мне капец не нравится, как эта локация. Так, еще один. Давай его расстреляем. Он даже не понимает, чего это его бьет током. Даже не втыкает, кто его бьет током. Магия какая-то, не магия. Давай его того. Нет, не хочет она. Не хочет она. Ну что, ты идешь? Вот, идете. Там я вижу еще справа один. Вот слева. А подо мной вроде бы нету. Так что думаю, с двумя справлюсь. Так что давай спускаться. Надеюсь, что справлюсь с двумя. Давай. Вроде чуть-чуть осталось. Так. У меня что-то стреляется. Благо не попадает в меня это. Оттуда? А, ну пусть стреляет. Хорошо. Я пока вот этому постреляю. А тут пусть стреляет. Ой, ну извини, братан. Ну извини, что я тебя случайно упустила. Так, не надо мне стрелять. Угомонись. Хорошо, что эта атака их стопит. Отлично на лучниках работает. Все замечательно. Так, вот эту штуку я взорваю. Дальше. Вот эту штуку я бы тоже хотела взорвать. Ладно, не достаю. Так, что у нас тут есть? Подожди. Что у нас есть вот тут? Ага, мы туда можем пройти. Так, хорошо. Сюда пойти. Давай, давай. А! Ладно, я не пойду сюда. Хорошо, я пойду туда. Все. Договорились. Договорились. Я сюда не пойду. Так, главное не упасть. Главное не упасть. Никуда. Стояв. Бах. Блин, так хватит. Куда, е-мое? Ясно. Походу мне надо туда, иначе они мне, блин, нафиг скинут. Ай. О-о-о-о. Ну, стреляй. Драгуша, стреляй. Ты чё? Не принимай в себя. Та, я-мбо. Вот это хрень. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Так, что у нас тут? Запись дневника. Хорошо. Третий день операции сдерживания. Солдаты изнурены. За всё это время голос не затих ни на секунду. Горняк провёл нас ещё глубже в шахту. С нами Декурион Кип. А ещё учёный по имени Ясно. О нём почти ничего не знаю, кроме того, что он выпускник Академию. Так, хорошо, вот это я вниз чуть-чуть пролистаю. На паузе прочитайте. Так. Ага... Давай посмотрим, что это за воспоминания уничтожения устройств. Когда уже вернулся Сердоси Доброва и Чалан? Как же скучно стоять, мы стражи. Тихо ты, если что-то случится, нам будут свистеть. А из-за твоего нытья мы ничего не услышим. Кажется, переживать на этот счёт уже не надо. Чалан вернулся. Как там, обстановка? И что значит этот взгляд? Давай, выкладывай. Ты что, проклятие, что ты делаешь? Чалан, ты в своём уме. Все добро выговорил не трогать устройства. Нужно сломать их. Мне приказали. Выруби его быстрее! Понятно, он хотел уничтожить. Простите, я не могу контролировать. Все добро вы их так на счёт. Он жив. Мы с ним. С ним. Живы. Собираемся разрушить. Ага, понятно. Им, короче, приказали разрушить эту... Это устройство, хотел сказать, статуя. Ну, какое-то устройство. Мы его тоже видели в начале. Две возрождаются. Он такой же стоит. А теперь я хочу пройти вот... Вот сюда. Так. Так. Ай, господи, боже. Сердце моё. Так. А куда мы пришли? Мне что-то немного страшно. Здесь слишком много ловушек. Лифт какой-то. А что за лифт? Ого. Высоко, высоко. Так. А этот лифт карт... Почему он не рабочий? Вопрос просто. Почему он не рабочий? Ладно. Тогда возвращаемся. Видимо, нам попозже надо бы туда пойти. А. Ой. Слава тебе, господи. Получилось. Всё. Теперь, ладно. Уже в какой раз бежим туда. Нам надо туда идти. Возможно, потом мы сюда и придём, когда нам понадобится этот блин-лифт. Так. Вот оно. Устройство это сломали. Славное астеритовое магическое устройство. Впереди вы увидите магическое устройство. Они расставлены паутиной вокруг ядра в форме перевёрнутого треугольника. Ядро, по всей видимости, пусто. Наверное, это и есть сломанное защитное устройство, которое вырил Шай. На-на-на. Похож на то. Похож на то. Так. Я чувствую, где-то есть какая-то ловушка. Я чувствую. Прям ощущаю её. Судя по ранам, жертва умерла от множественных перепорезов. Глазницы трупа пустые. Ещё одни пустые. Так. Записка убийцы. Она была храбрее многих, но далеко не всех мужчин. Одновременно и проклинала меня, и молила о пощаде. Даже пыталась плюнуть мне в лицо, пока не потеряла сознание. Когда она пришла в себя, её поведение резко изменилось. Передо мной был уже как будто совсем другой человек. Видимо, она поняла, что ей не спастись, и молча смотрела на меня до последнего вздоха. Такого чарующего взгляда, как у неё в тот момент, я прежде не видел. Я выколола ей глаза, глядя на её побледневшее лицо и необыкновенно красивые глаза от цвета сосны. Я вспомнил, как тихий лес впервые в году покрывается снегом. На то, что он предал гоблинов, мне было плевать, но я всё равно несколько раз вырезала на его теле слово «предатель». Изуродовать тело до неюзвимости я не мог, потому что мне нужно было привезти его в город и выставить на всеобщее обозрение. Пусть он и умер унизительной смертью, ему следовало бы поблагодарить судьбу за то, что в последней... Ля-ля-ля, хорошо. Убедившись, что он обездвижен, я его начал пытаясь. Сперва сломал ему пальцы, затем перешёл к другим частям тела. Я наслаждался его криками и бриканиями, но, увы, его сердце становилось ровно в тот момент, когда я захотел обездвижить его снова. Он всегда был неказистым малым, когда я его пытал, мне не удалось вытянуть из него ни слова, он молча терпел боль, поэтому мне пришлось выбрать другую цель его родных. Вот когда-то он и завепил. Офигеть, офигеть, этот человек посвятил описанию пыток больше 10 страниц. Проклятие, в записи обрывается, видимо, это тот, кто пришёл убить Доброва. Среди его целей были даже описания. Да-да-да. Так, лифт, это наверх, походу. Так что давай сюда посмотрим, поднимемся, спустимся. Нижняя шахта. А чё за нижняя шахта? А я сюда потом не поднимусь, да? А чё за нижняя шахта? Мне просто очень интересно, куда я попала. Что-то надвигается. Прекрати, брось это, это не смешно. Эй, что ты? Ты все добровый. Я искала тебя. Кажется, всё плохо. Хильда, помоги мне, пожалуйста. Владыка шахты наблюдает за вами. Гаррисон, все добровый. Теперь мы с ним и будем сражаться. Какое счастье-то. А чё ты подтягиваешь? Ты чё, совсем, мать? Стой! Нет! Не смей его убивать. Я его вылечу. Спасибо, Хильда. Пожалуйста, малыш. Давай, давай, смотри на меня. А чё, только помаленьким можешь мальчикам. Куда ты пошёл? Э! Хильда, старик, вернитесь. Он шустрый для своих лет. А мне куда идти? Вниз? Почему они пошли наверх, а я вниз? Я не хочу вниз идти. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Твоё ж не увидела третью. Да и, блин, ты... Я её видно как. Зараза. Да и... Да, блин, ты... Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Давай, молодец, малышка моя. Так. Осколок и стритвы руды. Хорошо. Так, куда я могу? Сюда? Да, я могу сюда. Так, чтобы мне пройти, мне надо уничтожить вот эту фигню. И вот эту. А то я себя знаю, блин. Пытаюсь обойти, и все равно попадаю. Так, ну, побежали. Быстрее, Хильда. Так, в смысле? Выстрее? Ну, как? Там что-то загибается. Давай возьмем это. Посмотрим, что будет снимать. Что происходит? Нет, давай возьмем огонь. Нет, гарпун. Отстаньте от меня. Я не смогу слишком много противников. Давай, давай, давай. Сараза такая. А где этот? Где этот? Мелкий. Вот он, молодец. Ты пока с ним разбирайся, а я с вот этими штуками разберусь. Давай, 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 все, теперь с ним будем справляться Дайте, даже не пытайтесь мне помешать Берегись его ловушек, я буду сверху, блин, достали Почему ты сверху? Я хочу летать Так, отлично, поехали дальше Иди твою заново Отлично Сколько же здесь ловушек, капец Нам надо побыстрее его убивать, понимаешь, мелкий? Как можно быстрее У нас мало времени Нет, меня не хватай, я не буду твоей никогда Ты меня не заполучишь А ты что, встал? Тихо, он что, умер? Пожалуйста, меня бы кто вылечил На самом деле Меня бы кто вылечил, а? Давай, давай, давай Отлично, отлично пошло дело Давай, стреляем, стреляем в него Отвлекай его А, решил на меня, да Ну давай, вместе поборемся рядышком Давай Захотел моего внимания Опять Что-то не очень Отлично, я сзади, да? Опять я снизу Какие красивые Зараза Нет Залезь Ты что? Ух Давай, пей А, нет Блин С какого места Начну Скажите мне Пожалуйста Не говорите Что с... Ай С самого начала Вы что, вообще? Блин А тут красиво Посмотрите Вон Меня поджидает Поджидает А что Я буду Один на один С ним сражаться? Я не хочу Мне не нравится Один на один Салют Да, этот понимает Салют Отстань 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 Давай вот так Уделай Ай Нет, нет Нет, нет, нет 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 А Сейчас Сейчас Чуть-чуть И поприпить надо. А давай близко. В близком бою сразимся. Давай вместе. С мечами поравняемся. Посмотрим, как тебе понравится, не понравится. Ау. Вижу, тебе не очень нравится. Ладно. А что тебе нравится? Скажи мне. Нет, нет, не я. Только не я. Отстань. Нет, нет. Бутылки, бутылки. Не в щек. Давай без салюта. Сегодня не праздник. А давай, подходи, подходи. Подходи, я тебе покажу свой меч. Давай. Сразимся. Я усилилась, понимаешь? Я сильнее стала. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Если долго смотреть бездну, бездна начнет смотреть на тебя. Амулет старого горняка. Ты сможешь, старик. Так. Ну что ж. Я победила твоего Судобрового. Что скажешь мне? Проклятие, он без сознания. Похоже, этот голос контролировал его. Это было весьма опасно. Думаю, этот амулет, про который он говорил, и правда тебя защитил. Возможно, но и я дал ему такой... Ж. Наверное, поэтому он смог сопротивляться. В этом случае, он понапал без колебаний. Мы должны найти способ его усилить. Должны. Ты же видела розовое старитовое устройство, да? Когда Судобровый усломал голос, всех починил себе. Если верить его дневнику, источник аномалии находится в глубине шахты. Может, там мы узнаем, как ему помочь. Мы не знаем, что он нас там ждет. Это слишком опасно. Давно тебя пугают опасности? И что, собираешься просто туда пойти? Чем-то укрепить. А что, хочешь отправиться вместо меня? Как заботливо. Шучу. Старик сказал, что должен туда пойти. Плевать, если ты ловушка. Мне нужно выяснить правду. Захочешь мне помешать, буду с тобой драться. Ну, возможно. Да ты со мной не справишься. Если поможешь, я обещаю отплатить тебе тем же. Как ты смотришь на такое партнерство? Наверное, пожалею бы это. Ну ладно. Как далеко в шахту вы зашли? Где розовое старитовое устройство? Недалеко отсюда. Первый из них совсем рядом. Его сломал старик. Понялось сначала. Проверю все там. А я уже обещала лидеру котлованы что-то там. Ну да, ты же ведь обожаешь правила. Я стану себе позабочиться добровым. Надеюсь, он восстановится. Хотя, если бы он начнулся прямо сейчас. Может. Пока лучше не надо. Так. Все, уходим. Когда вернешься, Пронера будет в твоем распоряжении. Хорошо. Что ж. На этом мы приостановимся. На этой самой красивой, веселой ноте. Мы победили босса. Мы с ним справились. И все. Так что не забудь лайкосик, подписочку на канал. И на колокольчик нажать. Все. Все ссылочки в описании. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok